Тема яиц, она всегда интересна. Она интересна во всех аспектах. Особенно, когда этих яиц нет. Привет! Если русские яйца уходили налево, на запад... Значит, яичную тему мы продолжим во второй части этого видео. Тут важно другое. Пока россияне фокусируются на амолете и делают вид, что все нормально, произошли кардинальные изменения. Значит, мы начинаем переговоры о вступлении в Европейский Союз. Вчера Евросовет принял соответствующее решение на уровне глав государств ЕС. Виктор Орбан неожиданно вышел в туалет и тут же проголосовали за это решение. То есть он не наложил вето. Да, сейчас Виктор Орбан продолжает отправлять сигналы Путину, что он все-таки достойен на то, чтобы заменить Шрёдера на должности в «Газпроме Роснефти» и получать зарплату в несколько миллионов евро в год. Может быть, даже он ее и получит. Все-таки старается премьер-министр Венгрии. Но факт остается фактом, что по всем остальным решениям будет найдена формула. Ну, то есть тот же Орбан заблокировал в отделении Украине 50 миллиардов евро. Эти деньги важны нам. Да, мы воюющее государство. Да, с экономикой проблемы. Со всем проблемы. Без этих денег нам не обойтись. И решение по этим деньгам будет найдено. Собственно, об этом уже заявил Шарль Мишель. Не путать его с Денисом Шмыгалем, потому что они очень и очень похожи. Значит, историческое решение почему? Потому что финализация переговоров пройдет уже не при Орбане и не при Зеленском. И с большой вероятностью сменятся все руководители европейских государств, которые сейчас приняли это решение. Значит, статистика говорит такое. Самый короткий путь от начала переговоров о вступлении и непосредственно само вступление – это 6 лет. Поэтому понятно, если у Зеленского и будет второй срок, то не он будет подписывать соответствующее соглашение. Поэтому я говорю, что это исторический момент. Ну и Орбан тоже до этого, может быть, физически и доживет, будет встречать старость где-нибудь в «Газпроме». Старость, грусть, одиночество и смерть. Значит, вчерашняя пресс-конференция Владимира Путина, она на самом-то деле просто стала, ну не то что привывкой, просто таким ушатым холодной воды для западных государств, которым было ясно сказано, что Путин будет продолжать войну. И всем нужно собраться и оказывать эту поддержку Украине не ради украинцев, а ради себя. И этот процесс уже начался. Вот новости сегодняшнего дня. Значит, Болгария выделяет Украине помощь в размере 3,6 миллиардов евро. Болгария не самая богатая страна в Европейском Союзе. Есть такое же или похожее решение о выделении денег со стороны Мирового банка. Там тоже большая сумма, 1,3 миллиарда. Появились сообщения из-за океана о том, что Сенат будет дальше работать и искать компромисс между демократами и республиканцами. Я понимаю, что это верхняя палата, а решение должно пройти сначала нижнюю палату, соответственно, в палату представителей. Все засуетились. Почему? Потому что Маничелло. Потому что Маничелло говорит, мне нужна война и кровь. Да нет, солдат не может опасаться остановки войны. Сколько бы они не фокусировались на яйцах, но вопрос войны и мира, он ключевой. Да, Путин заявил, что мы будем воевать, пока не достигнем своих целей. Демилитаризация, деноцификация. И тут, внимание, немецкие издания начали публиковать данные разведки, мол, какие цели ставит себе Путин. Ну, по факту, захват чуть ли не всей левобережной Украины, левого берега Днепра, там и Днепро, и Харьков. Ну, в общем, перечень их желаний, он в некотором роде понятен. Там еще что-то про Херсон, про Одессу. Это все сказано. И вот эти данные, которые, ну, кто-то скажет, блин, опять что-то там написали западные журналисты, но перед полномасштабным вторжением они тоже писали это и показывали, с какой стороны готовится нападение. И они не ошиблись. Сейчас вполне возможно, что они тоже не ошибаются в части того, что хочет Путин. Вопрос в том, что делаем мы для того, чтобы это не допустить. Безумие Путина убедило всех на Западе, что Украине нужно помогать. И этот вопрос, он непосредственно связан с яйцом. Потому что мы понемножечку приходим к пониманию, что дело не просто в яйцах, не просто в яйце. Вопрос в том, что в яйце Кащея. Пишем в комментариях, подписываемся перед этим на мой YouTube-канал. Мы здесь продолжаем называть вещи своими именами. А вопрос войны и мира, на который так Путин, ну, извилисто ответил, что будем демилитизировать и деноцифицировать. Он беспокоит российских нацистов. И российских граждан беспокоит, которые ни с того ни с сего начали задавать вопрос, когда же будет мир. Как тебе такое, Илон Маск? В издании Билд написано, что на достижение вот этих вот безумных целей, захвата всего и больше, что они там себе мечтают, они готовы, ну, российские кремлевские деды, тратить по 100 тысяч граждан России ежегодно. Так вот, ценник нужно увеличить на тех рубежах, на которых мы находимся сейчас. И здесь это один вопрос. Оружие. Я не думаю, что случайно вчера президент Украины отправился в штаб вооруженных сил США в Германии. Ну, вот вряд ли они встретились, чтобы обменяться сувенирами и мнениями. Вопрос касается исключительно войны. Если серьезно, что касается переговоров, ведь если взглянуть на обложки и передовицы западной прессы, там сплошные переговоры, переговоры, вот-вот мы будем уговаривать Россию остановиться. Но Путин об этом сказал так холодно, если можно так сказать. Из окопов то, что мы слышим с передовой, наоборот, опасаются какой-то остановки и заморозки. В этом диалоге двух пропагандистов, один из них, получил мощнейший удар по пропагандистским яйцам. Хотя есть вопрос, есть ли у него эти яйца? Да нет, солдат не может опасаться остановки войны. Если мы сейчас спросим у человека, который мерзнет в окопах, который ожидает очередного броска вперед, и причем пойдет не кто-то другой, политик, журналист или репортер Саша Сладков, а именно он, он немножко по-другому смотрит. Мир через забрало видится несколько иначе. Чистосердечное признание, это что получается, что российские солдаты прекрасно знают, что они умрут. Получается, что вот эти вот высокие речи про Россию, которая нигде не заканчивается, они как-то не находят отклика у российских оккупантов. Потому что на земле, на земле как на земле, или дрон прилетит, или снаряд прилетит. Тут была информация, что у нас с боеприпасами так себе. Это правда. А есть продолжение истории, что сегодня так себе, а завтра подвезут эти боеприпасы. Желательно не только 155-го калибра, нам нужны ракеты. Вчера же в Мариуполь что-то прилетело, через 2-3 дня, не путать 2-3 недели, будут новые реквиями на тему. Неожиданно приехал в Украину, в Мариуполь и умер, а хотел дойти до Ла-Манша, но нет. Поэтому солдат это первый человек, который выступает за остановку войны. А политики, их очень тяжелое бремя заключается в том, что они смотрят вперед и принимают сложнейшие решения, нужные для нас. Для наших семей, для тех же солдат, для Родины. Нам нужно добить ситуацию и выполнить все задачи, которые поставлены. Такие вещи вслух говорить на российском телевидении нельзя. Ведь получается, что у российского солдата тоже одна жизнь. И он ее с большой вероятностью потеряет. Вот прям в этот момент. Я чувствую, один из дронов FPV или какой-то другой летательный аппарат только что забрал жизни у российских молодых мужчин. По Путину в результате этого средняя продолжительность жизни в России, она только увеличивается. Российский пропагандист говорит о том, что воевать страшно и опасно. И если учесть, что единственная мотивация российских этих товарищей это деньги, то он прямо проговаривает мертвым российским солдатам, деньги не нужны. Там в аду у них будет другой расчет. Там в рублях не берут. Стигнуть цели. И тогда больше мы не будем уже ребят посылать для того, чтобы они мерзли в окопах и шли вперед под огнем противника. Работа очень тяжелая. И здесь у солдата опрос проводить. Это совсем другая ситуация. Ну, если по-честному. Перевожу на русский. Не хотят воевать. Да, их гонят. Да, есть кадыровцы. Любители русских мальчиков и овец. Все это понятно. Но тенденция вот такая. Пока, конечно, у них есть надежда, что они тут всех забросают мясом и ракетами. Но и наши комплексы Патриот не стоят без дела. Да, я понимаю, что их не так много, но становится больше. Вот наши немецкие друзья передали нам еще одну систему. Там вообще-то 8 пусковых. Это значит, что один из наших городов, больших городов, городов-миллионников, будет защищен от российских ракетных ударов. Я не знаю, что это будет. Может быть, это будет Одесса. Может быть, какой-то аэродром, где будут в скором времени базироваться Ф-16. Тут военным виднее. Понятна тенденция, что оружие будет. И да, мне все-таки хочется верить, что они же все смотрят этого маньячелу. Я говорю о Владимире Путине. Его вот эти вот бегающие глазки. Дед-маньяк. Надеюсь, все это в скором времени, в первую очередь, Вашингтон убедит, что надо не 31 танк, а 310. А 310 самолетов, Ф-16 и не только. И *** безлимит ракет. Путин их убедит. Почему? Потому что он маньяк. Но мы за переговоры, но без остановки боевых действий. Нас интересует освобождение наших исконно-русских территорий, капитуляция, контроль всей Украины, ну, насколько я понимаю. Контроль границы с НАТО. Почему НАТО идет к нам, а мы не можем прийти, облегчить путь НАТО и прийти к ним поближе? Вопросов нет. Саш, если идем в сторону НАТО, где мы фиксируем продвижение российской армии прямо сейчас? По крынкам Путин, слава богу, снял напряжение, объяснил, что там развивать успех ВСУ не способны. Что на Артемовском направлении, что в районе Донбасса мы двигаемся? Да, Скобеева дошла до такого уровня, что напряжение у нее снимает только Путин. Только от того, что он там блеял вчера по поводу плацдарма в крынках, на земле ничего не меняется. И его советы Зеленскому и Залужному, как нужно воевать, они не принимаются. Вот эти стоны про то, что так жалко, мы отправляют на убой. Война вообще, это страшно. Но когда российские пропагандисты говорят, что украинцы погибли, такое имеет место. Да, война несет жертвы. Только они не погибли, их убили российские захватчики. И нужно сделать так, чтобы российские захватчики думали о яйцах там. Ну, в этом прекрасном месте, где нет проблем с газом и энергией. Да-да, это ад. Значит, что важно? Яйца важны. Объективно, в любой ситуации важны яйца. Действительно, видно, что по мнению Путина, в целом год удался. В целом год удался. Единственная проблема, яйца подорожавшие. Ну, уже и эта проблема... Ну, слава богу, и эта проблема решает. Вот мы плавненько и подошли к самому главному. Значит, откуда такая фиксация на яйцах в преддверии Нового года? Все очень просто. Сначала нужно задаться вопросом. Что в зайце? В зайце утка. В утке яйцо. И вот ключевой момент. В яйце игла и смерть Кощея. Смерть маньяка. Смерть военного преступника Владимира Путина. Ну, и его больной свиты. Это же понятно. И вот сейчас мы находимся на предпоследнем этапе. На уровне яйца. Дальше будем ломать иглу Кощея. Я это вижу именно так. Кстати, они пытаются это всячески отсрочить. И пытаются опять яйца, или в данном случае конкретное яйцо, обратно упаковать в утку. Не выйдет. Относительно яйца. Почему бы подешевело? Потому что политический режим такой у нас. Вот нужно понимать. Русское централистское государство, президентская республика, а во главе стоит действительно сильный президент. В интернете пока ехал. Там не то, что подешевел. Сообщают, что... Бесплатно раздают. Бесплатно раздают. А в других доплачивают тому, кто берет больше двух десятков. В одни руки. Вы так не шутите, Виталий Тойевич. Когда народ пойдет, там был... Ну правда. Я поведу такое дело. Пытаясь упаковать яйцо в утку, они просто фокус общественного внимания переводят. Мол, нет никакой войны, нет никаких проблем. Хотя все прекрасно понимают, что Украину им не захватить. Все прекрасно понимают, что они создали действительно на поколение враждебное государство. И да, на россиян не щадить, не прощать. Невозможно. Ни нам, ни будущим поколениям великих. Значит, несколько слов по поводу пресс-конференции. Я так смотрю, там некоторые заскучали за мной. А все почему? Потому что это событие в Москве с Владимиром Путиным превратилось в унылая... Вспомните романа Цымбуляка, который здесь был экспертом. Когда Путин сказал, давай, задавай вопрос. Ведь, ну, дураку ж понятно, что сейчас Путин услышит что-то такое, ну, явно, а, неподготовленное, б, острое и опасное. И так и было. Вопрос был жесткий. Более того, Цымбалек вступил с ним в перепалку. Президент на это идет почему? Вот тоже давайте зададим вопрос. Потому что он не боится, что по результатам он выиграет эту схватку. И для людей будет соответствующий сигнал. Сильный президент знает, как отвечать на самые острые вопросы. Это не схватка, это журналистская работа. Но на самом-то деле даже этого они зассали. Ведь перед началом войны они меня приглашали на эту пресс-конференцию. Это правда. И на пресс-конференцию, и на допрос. Это все, что нужно знать о том, что Путин не боится публичных жестких вопросов. Сейчас все. Теперь там все сконцентрированы на том, чтобы вылезать российскому диктатору. И в некотором роде за участие в этом процессе похвалили даже Алексея Арестовича, который восхищен. Восхищен гением Владимира Путина. Но хочу вам прочитать Арестовича, которого Путин свел с ума. От чего сошла с ума вся наша либеральная общественность. Арестович, Путин дает пресс-конференцию на желтой-синем фоне. Если Вазеленский выступил на белосине-красном, его бы уже сожгли. Путин называет нас братьями и единым народом. А мы... На экране у Путина неудобные вопросы от россиян. Мы все больше погружаемся в «не смотри наверх». Как вы думаете, у кого преимущество? У нас или у них? Я всегда знал, что Арестович на самом деле... Прозрел. Не важно, что говорит Путин. Важно, какие он приказы отдает. Ну и любителю лобстеров-омаров, которые тут рассказывают, что мы как-то неправильно обращаемся к россиянам. Большой привет. Ему из Москвы его тоже передали. В честь того, кто к кому обращается. Точно везде братский народ. Да? Леша Олексей или Алексей? Что-то Арестович тут не дорабатывает. Ну привет, вот. Лови прямо из Москвы. Там прошло по экрану или нет. Но в данном случае я имею в виду подиличный. Там насчет х**а. Что у вас такое? Перевожусь на такую русского характера Алексею Арестовичу. Они тебе прямо говорят, что предателей нигде не любят. А в России ну это правда. Презирают. Короче, тримаемся, с оптимизмом смотрим в будущее и делаем все возможное, чтобы остановить российскую чуму. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну и что? Самое главное. Украина была, ей будет. До побачения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова